Это экстренный вызов телеканал ОТС. Детям до 16 смотреть не рекомендуется. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте, мы начинаем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сопротивление не оказывали, но всячески пытались предоставить какие-то ложные сведения, установочные данные, по которым мы их просто не могли выявить. Нецензурно выражались и пытались ввести в заблуждение. Двух африканок без документов ждет выдворение из России. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотели арестовать за разбойное нападение на Сбербанк, но неожиданно передумали. Следователи сегодня не вышли в суд с ходатайством об избрании меры пресечения молодому жителю Новосибирска. 25-летнего Дениса Волкова задержали в прошлый четверг. Молодого человека заподозрили в нашумевшем разбойном нападении на отделение Сбербанка в Октябрьском районе Новосибирска. Якобы он подходил под описание предполагаемого налетчика. Напомню, в конце декабря неизвестный ворвался в помещение финансового учреждения и, угрожая сотрудницам пистолетом, забрал из сейфа несколько миллионов в российской и иностранной валюте. По словам адвоката Андрея Власова, в минувшую субботу Октябрьский районный суд продлил его подзащитному срок задержания на 72 часа. В социальных сетях по этому поводу друзья и родственники задержанного развернули активную кампанию в его защиту. Известно, что накануне разбойного нападения Денис Волков находился в ночном клубе. В момент преступления он был в Ленинском районе и это могли подтвердить два свидетеля. Ни в ходе обысков, ни в результате проверки на полиграфе причастность молодого человека к резонансному преступлению не подтвердилась. Оперативники проверили алиби задержанного и опросили ряд свидетелей. В итоге сегодня следователи посчитали, что оснований для избрания меры пресечения нет. С молодого человека сняли все подозрения и выпустили из изолятора временного содержания. Невиновный безосновательно находился под стражей почти пять дней, а настоящий преступник, фоторобот которого сейчас вы видите на экране, до сих пор на свободе. Родственник задержанного закладочника предложил незаконное вознаграждение оперативнику наркоконтроля и в итоге сам стал фигурантом уголовного дела. За покушение на дачу взятки обвиняемого уже арестовали. В прошлую пятницу в Ленинском районе Новосибирска двое молодых людей пытались сбыть закладку с курительными смесями. Злоумышленниками оказались граждане Кыргызстана. Оперативники задержали подозреваемых с поличным. В ходе досмотра изъяли у них сверток с запрещенным веществом и доставили в областное управление наркоконтроля для дачи объяснений. Спустя некоторое время к зданию ФСКН подъехал родственник одного из задержанных и предложил оперативнику денежное вознаграждение в размере 45 тысяч рублей за непредоставление материалов оперативно-рознанной деятельности в следственные органы. Сотрудник отказался от денег и предупредил мужчину, что тот, предлагая должностному лицу взятку, совершает на территории Российской Федерации уголовное преступление и незамедлительно доложил руководству управления о факте покушения на дачу взятки. Родственник задержанного уехал, но через несколько часов вернулся в управление и положил на стол оперативника 9 купюр по 5 тысяч рублей. В это время в кабинет наркополицейского вошли сотрудники службы собственной безопасности и понятые. Предприимчивого мужчину взяли с поличным. По факту покушения на дачу взятки, следственный комитет возбудил уголовное дело. Фигуранта по решению Центрального районного суда уже взяли под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф. Подвыпившего москвича обокрали на Новосибирском вокзале. Преступление по горячим следам раскрыли транспортные полицейские. В поле зрения сотрудников патрульно-постовой службы на железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный попал пьяный мужчина. Его доставили в дежурную часть и составили протокол об административном правонарушении. В ходе личного досмотра у нетрезвого пассажира полицейские обнаружили 45 тысяч рублей и планшетный компьютер. Мужчина пояснил, что работал в Новосибирске вахтовиком. Правоохранителям он пообещал, что пойдет покупать билет на поезд и отправится в Москву к родным. Но задержался в ближайшем кафе. В дальнейшем, спустя час, сотрудники патрульно-постовой службы при обходе железнодорожного вокзала обнаружили этого гражданина, лежащего на полу в одном из кафе. Мужчина находился в состоянии стильного алкогольного опьянения. Но смог пояснить полицейским, что распивал спиртные напитки с двумя незнакомцами. Полицейские выяснили, что у мужчины пропали деньги и планшет. Одного из подозреваемых полицейские задержали в кафе. Второго настигли на привокзальной площади. Злоумышленники успели поделить похищенные деньги и даже часть из них пропить. Оба уже ранее судимы, в том числе за имущественные преступления. Один из задержанных находился в розыске за районной психиатрической больницей. За кражу совершенную группой лиц по предварительному сговору. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы. Юная автоледи с совсем небольшим стажем за рулем спровоцировала ДТП в центре Новосибирска. В результате столкновения иномарок пострадали два человека. Уже за полночь 18-летняя девушка на Ниссан Сефира ехала по Красному проспекту в сторону площади Ленина. При перестроении в крайний правый ряд на скорости 75-80 км в час начинающая автомобилистка не справилась с управлением, машину занесло и она протаранила попутную Тойоту Филдер. В результате ДТП 29-летний водитель Тойоты поранил голову, ушибы получила и молодая пассажирка Ниссана. Выяснилось, что водительское удостоверение, предполагаемое виновнице аварии, получило всего 4 месяца назад. Приключения иностранок в России закончились в Ленинском отделе миграционной службы. По некоторой информации, в новосибирске африканке трудились на НИИ предоставление интимных услуг. Суд уже принял решение о выдворении нарушительниц за пределы страны. Двух темнокожих девушек без каких-либо документов задержали полицейские и сообщили об этом коллегам-правоохранителям в ФМС. Для установления личности дам экзотической для Сибири внешности доставили в Ленинский отдел миграционной службы. Чтобы найти с иностранками общий язык, пригласили переводчика. Но наладить контакт оказалось не так-то просто. Девушки использовали малопонятный диалект, одна из них к тому же и ругалась матом по-русски. Выяснилось, что в Сибирь мигрантки приехали несколько месяцев назад. Данные гражданки прибыли на территорию Российской Федерации. Одна прибыла в январе 2015 года, другая в июле 2015 года по визе в город Санкт-Петербург для учебы. Однако не обучались на территории Новосибирской области, находились незаконно. Личности иностранных инспекторы установили, что называется с горем пополам. Девушки утверждали, что потеряли паспорта, называли себя чужими именами. Ни одна из них даже не смогла припомнить дату своего рождения. Сопротивление не оказывали, но всячески пытались предоставить какие-то ложные сведения, установочные данные, по которым мы их просто не могли выявить. Но в последующем с Москвы нам все-таки прислали их документы, копии паспортов, после чего только удалось установить их личности. Оказалось, что сроки виз у иностранок давно закончились. На миграционный учет в Новосибирске они не встали. По решению суда девушек оштрафовали за нарушение миграционного законодательства. Когда будут улажены все процессуальные вопросы с консульствами, нарушительницы выдворят с территории России. Пока же дамы дожидаются возвращения в теплые края в специальном учреждении временного содержания. И последнее. Доволенские старшеклассники попали в спецназ. Подростки побывали в гостях у СОБРа и познакомились с героями отряда. Для доволенских старшеклассников из средней школы номер 2 третья четверть началась с визитов в полицию. Подростки не стали фигурантами уголовных дел. В гости их пригласил специальный отряд быстрого реагирования. Бойцы рассказали ребятам о своей работе и служебных командировках. И показали экипировку подразделения. После общения с полицейскими школьники посетили выставку в экспоцентре, чтобы подробнее узнать о уже погибших героях, в том числе и новосибирских правоохранителях. На этом все. Информацию о происшествиях и преступлениях сообщайте по телефону 310-2005. Видео ЧП выкладывайте в группе экстренного вызова ВКонтакте. Будьте осторожны и соблюдайте законы. Увидимся на канале ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин